Всем доброго времени суток, с вами как всегда Жи, и сегодня мы будем проводить атаки с моего 9 домика на клановой войне. Итак, поехали! Итак, друзья, врываемся на очередную кавэшечку моего клана Мистерс. На самом деле у меня сложилось такое впечатление, что буквально вчера мы проводили атаки на предыдущей клановой войне, и тут снова кавэшечка опять-таки надо атаковать. Немножко я удивился этому факту сегодня утром, но ничего, как видите по счету пока все не очень утешительно, счет 16-41. Но с другой стороны мы еще особо не проводили атак, все 8 атак было сделано, то есть прошла ночка, таймер отчитал энное количество часов, и вот сейчас наступает день, и сейчас мы будем собственно оттачить. По плану сегодня будет закрыт 3-4 номер, давайте я сразу покажу вам как они выглядят. Это такие вот ТХ-9, в принципе не такие уже и слабые, но с забором, которым наш оппонент пренебрегает, то есть забор довольно-таки слабенько прокачен. Крепость клана там присутствует у оппонентов, и там шарики с драконами. То есть крепость клана довольно-таки сильная. И по миксу, который мы будем сегодня использовать, это будет микс Гова-Ви, с такими небольшими поправочками чисто на расстановку базы. А вначале мы будем проводить атаку на 4-й номер. Вот это поворот! Под конец данного видеоролика вы поймете почему именно так. И собственно вот такой вот ТХ-9, с довольно-таки слабой прокачкой забора, но с таким вот дефом, ну в принципе третьи арбалеты тут есть, некоторые башни лучниц и башни визарда вкачаны. По тактике тут, ребят, что? С крепостью клана тут никаких проблем не будет, все это благополучно выманится хогами. Пустим хогов, выманим крепость клана, сманим все это дело на крайний домик строителя, который там стоит. Надеюсь вокруг него не будет тесел, так как-то он там подозрительно одиношенький стоит. И далее пустим голема, убьем на големе крепость клана, то есть голем воткнется куда-то сюда. И второго голема я скину вот в эту область. Зачищу круг, пробью трясами где-то путь вот здесь, скорее всего, на эту повожку их скину. И далее под баночками попробуем снести уже эту базу. Героев скину с третьей стороны, чтобы они там зачистили муниципальные строения за забором. И по идее с этой атаки мы сможем взять трешку. Но да с трешками что-то у меня прогнозы не самые хорошие, поэтому будем, как говорится, посмотреть, что же у нас выйдет. Ладно, ребят, отправляемся в атаку. Все по миксу у нас в порядке. И поехали. Давайте, как я и говорил, выманим для начала крепость клана. Делаю я это вот таким вот образом, чтобы никак хок не вылетел на рандомной какой-нибудь пружинке. Чтобы не было никакого риска, что крепость клана не выйдет. И вот таким вот образом я сманиваю все это дело на край карты. И далее. Надо было скинуть лучницу вот, кстати, сюда. Слишком далеко я скинул лучницу. Потратим немножко лишнего времени. Да, зря я это сделал. Давайте-ка скидывать вот сюда лучницу. Сманим как раз шариков чуть поближе с драконом. И буду сейчас уже скидывать своего первого голема. Скидывать немножко визардов. Ну, не надо, наверное, скидывать к вину. Потом мы это сделаем. И тут скидываю второго голема. И скидываю также визардов. Трясы, как я и говорил, скидываю на вот эту вот ПВОшечку. И ждем, как зачистится немножко у нас крепость клана. Как видите, у нас уже сдох голем. Шарики просто тащат с этим драконом. Хит они гипермощные. И я думаю, можно уже потихоньку вскрывать в забор валькириями. Прожимаю кинга. Сейчас будем следить, ребят, по баночкам. Баночку надо будет сейчас кидать в центр на вот эту вот группу валькирий. Чтоб они по-быстренькому вынесли тоннхол. И туда же на центр направляем хил. Чтобы вальки у нас там до конца не подохли. К сожалению, как-то узко пошла эта атака. Не знаю, если как-то голем выйдет на передний план, то будут еще шансы, в принципе, на трешку. Но как-то мне это не очень нравится. То, что там бегают эти валькирии. Прожимаю к вину. И, наверное, надо скидывать последний хил сюда на валик, пока их там есть. Блин, не успел с хилом. Три валькирии у меня, по-моему, умерло из-за этой ошибки. Ой, ребят, что я такой за рак сегодня? Вообще, полный фейл. Тут также скинул хил. Блин, осталась его одна валькирия. Ё-моё, что я за такой рак? Я не знаю. Такие слабые базы, я ничего не могу взять их на три звезды. Это просто, не знаю, это какой-то позор, мягко говоря. Это просто ужасно. Мне крайне стыдно за эти вот атаки, которые я вам тут показываю. Полный бред. Почему сдохли все вальки? Ну, не знаю. Возможно, как-то я переоцениваю своего голема. То есть, первый голем у меня сдох как-то совсем уже просто. Совсем как-то без шансов. То есть, он умер от этих вот двух шариков и дракона. Интересно, какого они там, блин, уровня, что они так сильно выносят моего голема? Давайте посмотрим повтор. Что тут у нас, ребят, было? Выманиваю крепость клана. Окей, вылетают эти вот два шарика и дракон. Не знаю, какого они уровня. Возможно, они какие-нибудь топовые. То есть, сейчас долетает это все дело до края карты. Тут я понимаю, что дело это немножко далековато. Подманиваю все это дело немножко назад. Скидываю големчика, скидываю своих магов. И тут будем сейчас следить за здоровьем голема. Да, голем заходит слишком далеко. Фактически, он уже умер. Возможно, надо было скидывать сюда сразу же и героев. И сейчас я немножко фейлонул запуском валькирий, на самом деле. Надо было их скидывать сюда вот под двух бомберов. С этой стороны, вот тут вот под забор. Ну, все равно, как-то, не знаю. По-моему, все равно шансов не было тогда уже на треху. То есть, окей, пошли у меня вальки. К сожалению, у меня сейчас воткнутся вот в этот забор и откроют сразу путь в еще одну боковую секцию. То есть, убегают туда у меня две валькирии. И остальные валькирии сагриваются на вот этого кинга. То есть, у меня три вальки. А нет, все вальки все равно возвращаются в центр. Скидываю я рейдж, скидываю хил на центр. Вроде бы вальки даже живут какое-то время. Там парочка, конечно, умерла. Но это понятно, что так произошло. Далее, вот у меня остается еще одна группа валькирий. Такая еще плотненькая. Довольно-таки у меня остается последняя баночка хила. И надо было, в принципе, сейчас на них скидывать этот хил. Но тут я немножко замешкал. Не знаю, почему. У меня вздыхает три вальки. Слишком поздно я кидаю хил. И у меня вальки выходят за пределы хила. И умирают. Да, ребят. Полный какой-то фейл. Полный капец. Я даже не знаю, выкладывать ролик на канал. Потому что это две такие яроковские атаки. Вы сейчас еще увидите вторую атаку. Там вообще был полный капец. Я думал, хотя бы вот этой атакой как-то реабилитируюсь. Но вот так вот ужасно проходит эта клановая война. Я не знаю. Просто какая-то вселенская невезуха. Ярак. И все. Все на этом. Для первой атаки. Первую атаку мы будем проводить на третий номер. Я собрал вот такой вот микс. Это, как я уже сказал, микс ГОВАВИ. По составу будет 2 голема, 10 валик, 2 хога на выман крепости клана, 12 визардов, целых 8 бомберов, 6 луков. И по баночкам 3 хила, рейдж и поизоны. То есть решил я тут не использовать трясы, решил использовать поизоны и побольше баночек. И в крепость клана взял не валькерий, а голема. Думаю, таким образом мы добьемся больше эффективности от этого микса на данной вражеской базе. И как я уже сказал, будем в первую очередь атаковать третий номер. Напоминаю вам, как он выглядит. И немножко надо тут, наверное, рассказать по тактике. База противника, в принципе, не очень сильная. Но с другой стороны, тут крепость клана довольно-таки странно выманивается. Я не уверен, что это можно вообще сделать. На всякий случай, я сварил, конечно, 2 хогов. Попытаюсь манить крепость клана вражескую с вот этой вот башней лучниц. Возможно, не получится. Да, возможно, это у нас не получится сделать. Но я надеюсь на то, что все-таки крепость клана выйдет. И мы ее сманим на какой-нибудь крайний домик строителей. И там уже впоследствии скинем голема. И на големе распилим дракона вместе с шариками. Тогда было бы вообще супер-пупер. Заходить я планирую с 9 часов. То есть кидать я одного голема буду вот где-то здесь. Второго голема скину вот сюда. И третьего голема скину куда-нибудь сюда. И далее, как вы помните, я сварил довольно-таки много бомберов. Целых 8 штук. Во-первых, потому что я не использую землетрясение в данном миксе. А во-вторых, чтобы всех трех големов по возможности завести внутрь данной базы. Самого сильного голема я вначале, наверное, буду скидывать. Когда буду уничтожать вражескую крепость клана. Если, конечно, я смогу ее выманить. А последующих двух големов буду скидывать вот тут вот по краям. Бомберами тут надо будет как-то грамотно пробить забор. Посмотрим, как это сделать. Тут еще надо сделать так, чтобы квина нижняя не очень сагарилась на нашего голема. А то он крайне быстро умрет. Было бы не очень круто. И также впоследствии Валькирия я буду запускать уже с той стороны, где мне покажется, что более-менее уже зачищены внутренние здания, чтобы Валькирии углубились именно к центру данной базы. Они бежали тут вот по кругу. И скорее всего тут в этих вот проходах расставлены у противника ловушки. Далее по плану особо ничего нету. Надо будет просто грамотно скинуть целых 3 баночки хила и 1 баночку рейджа. И если я все грамотно сделаю, по идее трешку мы тут сможем оформить. Но далеко не факт, потому что опыта у меня не хватает. Так ладно, не надо оправдываться. Все-таки еще атаку мы не проводили. Да и вообще оправдываться не стоит, как мне кажется. Далее по тактике я уже рассказывать ничего не буду. Будем отправляться в атаку. И как говорится, будем посмотреть, что из этого всего дела у нас получится. Разве что еще раз посмотрю, как тут можно попробовать сманить крепость клана. Буду скидывать наверное хога где-то в район вот этой вот казармы. 11 уровня, кстати, с дракончиками. И собственно проводим последние подготовки. По составу вроде все есть. Войска полностью заполнены. Заклинания есть. Крепость клана, герои, все окей. Можем отправляться собственно в атаку. Фух, с богом, поехали. И давайте-ка сразу, чтобы потом не разочаровываться, попытаемся выманить крепость клана оппонента. И... Опа, отлично. Не совсем с того, как я выманил крепость клана, с которого думал. Но вот оказывается с вот этой даже пушечки получилось все это дело выманить. Уже неплохо, уже хорошо. Сейчас сманим все это дело немножко подальше. И скинем уже голема из крепости клана на центр. И будем пытаться убить собственно вражеского дракона вместе с шариками. Давайте-ка скидывать, наверное... Так, не забудем про крайние домики строителя также. А их тут особо нету. Так, и скидываем уже собственно наших големчиков. Одного тут, другого тут. Так, довольно-таки далеко ушел наш голем из крепости клана. Давайте-ка скинем туда квину, чтобы она разобралась с вражеским драконом. А то как-то это все не очень хорошо. И надо пробивать уже забор на самом деле. Немножко я с этим делом повременил. Надо пробивать забор. И валик, наверное, надо будет скидывать куда-то вот сюда в центр. Потому что верхний голем у нас, к сожалению, умер. Туда мы скинем Кинга, чтобы он продолжал танковать. И далее будем следить уже чисто по баночкам, куда бы тут кидать баночки. Давайте-ка для начала скинем сюда хилл, потому что вальки сейчас будут пробивать забор. И прожмем нашу квину. Ее, видимо, валил арбалет. Далее сейчас будет вроде как нормально зачищаться круг. То есть валькирии не должны сейчас выйти. Сейчас будут за пределы круга. Скинем на них рейдж, чтобы они быстренько-быстренько пробивали забор. Возможно, там надо будет скоро прожать Кинга, потому что он там валит муниципальные строения. Это не очень круто, что он столько времени тратит на уничтожение строений. И блин, ребята, как-то все вальки сдохли. Осталось всего две валькирии. И все, ребят, атака загнулась полностью. То есть я уже не знаю, что тут от этой атаки ожидать. Это одна звезда. Это полный какой-то крах и позор, к сожалению. Прожимаю Кинга. Кинг, к сожалению, решил полупасить забор. То есть даже в центр мы базы не смогли зайти. Не знаю, как у меня умерли все мои юниты. Короче, такая вот фейланутая атака. Наверное, я ее запихну под конец данного видеоролика, чтобы, ну, не знаю, не показывать вам такой трэш. И надо было скинуть, наверное, два поезда еще на крепость клана. Блин, позор. Полная фигня получилась. То есть не знаю. Давайте посмотрим повтор. Ну, это просто какой-то отстой. Я не знаю, что это было. Только что просто ужасно. Смотрим повтор, подрубаем. Пошли у меня хоги. Выманилась крепость клана. Сманиваю все это дело на край лучницей. Окей. Так, сейчас будет запускаться голем. К сожалению, вот голем пошел у меня вот так вот глубоко на мортиру. Я думал, он уткнется в забор. Но нет, он пошел довольно-таки далеко. То есть за ним вот так вот бежали визарды. И никак не могли попасть по шарикам и попасть по дракону. Это было просто ужасно. Сверху у меня вот кинг начал упасить голема. Надо было скинуть на кинга поизон. Тогда было бы немножко получше. Тут я вроде бы пробил забор голему нижнему. Наверное, его впоследствии убьет вражеская квина. Так, далее. Где тут мои вальки сейчас пойдут? Пошли мои вальки. И что тут, ребят? Ну не знаю, почему-то все визарды сдохли. То есть вроде как големы должны были танчить. Но в результате умирают все мои визарды. Запускаю внутрь валик. Запускаю на них первую баночку хила. К сожалению, они не пошли внутрь. Но они пошли по этим крайним секциям. Ну, это вроде как не очень плохо. Все еще все вальки у меня живы. Скидываю на них рейдж. Сейчас буду скидывать на них хил под разрыв гикбомб. Неужели они тут все поумирали? Ну, две вальки вроде всего умерло. Но все равно остается всего три валькирии. Одна там за забором. Блин, какая-то фигня на самом деле произошла. Не знаю, как так произошло. Ладно. Не будем сильно огорчаться. Всякое бывает в Clash of Clancy. И вот такая вот раковская атака у меня получилась. Ладно, ребят. Вот такой вот ролик получился. Совершенно неудачный. Совершенно какой-то ужасный. Полный бред. Сомневаюсь, что он вам, конечно, понравился. Но во всяком случае, если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Если вам понравился видеоролик, ставим лайки. И увидимся в следующем видеоролике, ребят. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok